Всем привет! Это канал Про Цветок, на котором мы рассказываем простым языком об уходе за садами огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий и сегодня я расскажу о пользе картофельного отвара для растений. Отвар картофеля это ценнейшее удобрение для наших растений. Прежде всего отвар богат калием, который так необходим для полноценного развития растений. Калий отвечает за иммунитет растений, за поддержание водного баланса, а также за сопротивляемость растений к различным стрессовым ситуациям. Недостаток калия приводит к активному листопаду в период цветения и плодоношения. Плохо образуются плоды, а цветы осыпаются, побеги вырастают тонкими и слабыми и паникают. Поэтому калий так необходим для растений, чтобы они полноценно развивались, плодоносили, а также не болели. В процессе варки весь калий, содержащийся в клубнях картофеля, поступает в отвар. В вареных клубнях его уже практически не остается. Кроме калия, такой вот отвар картофеля очень богат на различные микроэлементы, которые также очень важны для полноценного развития растений. Лучший отвар, наиболее ценный по содержанию микроэлементов, получается из картофеля в мундире. Ведь все основные витамины, макро и микроэлементы содержатся именно в кожуре картофеля. Приготовить отвар очень просто. Для этого потребуется мытая клубня картофеля. Можно использовать, кстати, и очищенные клубни. Затем понадобится чистая вода. И все. Засыпаем клубни в кастрюлю, заливаем водой и ставим на плиту. Варим примерно 20-25 минут. И отвар готов. Его нужно остудить и затем применять для подкормок растений. Но нужно отметить, при варке картофеля ни в коем случае нельзя добавлять соль. Ведь соль будет губительно действовать на растения, а также на почвенную микрофлору. Остывшим отваром можно подкармливать большинство растений в квартире. А также подкармливать рассаду, либо наши овощные культуры на грядках. Отвар картофеля не нужно разбавлять водой. Его сразу можно использовать по назначению. Подкармливать растений раз в 7-10 дней, соблюдая те же нормы, что и при поливах. Если вы используете отвар из очищенного картофеля, не в мундирах, то такой отвар лучше разбавить водой в соотношении 50 на 50. Ведь в таком отваре очень много крахмала и осадочных различных пород, которые могут привести к возникновению плесени, либо привлекать различных вредителей к нашей рассаде. Нужно отметить, что при подкормках вот таким картофельным отваром могут появляться различные вредители в почве. В частности, это грибные комарики, личинки которых могут подгрязать корни нашей рассады и домашним растениям. Поэтому, все же, чтобы обезопасить растения от такой проблемы, вносите обязательно в почву, в грунт для рассады, либо непосредственно в горшки с домашними цветами, препараты на основе почвенных грибов. Это может быть баверия, это может быть метаризм. Кстати, их можно вносить совместно, либо приобретать биопрепарат защитокомплексная, где штаммы этих грибов в специально подобранной форме, которые не конкурируют друг с другом и надежно защищают наши растения от различных почвенных вредителей. Кроме подкормок растений, картофельный отвар можно использовать также для выращивания различных биопрепаратов, в частности, сенной палочки. У нас есть вот такой замечательный препарат на основе сенной палочки. Кстати, его также можно размножить с помощью картофельного отвара. Для этого понадобится сам картофельный отвар и вот такой биопрепарат. Если вы готовите много отвара, например, трехлитровую банку, то на такое количество отвара понадобится всего лишь пол чайной ложечки вот таких гранул. Такую банку нужно будет встряхивать несколько раз в день, чтобы вот эта вся жидкость насыщалась кислородом и сенная палочка быстрее развивалась. Примерно через 2-3 дня на поверхности образуется уже пленочка, а значит, биопрепарат готов к применению. Вот такую жидкость на основе картофельного отвара с сенной палочкой можно применять для внесения как в почву, для того, чтобы обеззаразить, например, грунт для рассады, а также в качестве подкормки. Получится двойная польза. С одной стороны, мы обеззараживаем грунт, вносим сенную палочку, а со второй стороны, растение получает дополнительную подкормку. Кстати, в такой картофельный отвар, чтобы сенная палочка быстрее размножалась, можно добавить чуть-чуть сахара. Тогда процесс размножения сенной палочки пойдет побыстрее. Ни в коем случае не выливайте картофельный отвар вон, ведь это ценнейшее органическое удобрение для наших растений, а также отличная основа для выращивания биопрепаратов. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!